Когда-то они подвергались гонениям, а сегодня на сцене получают заслуженные награды. Эти люди выполняют непростую задачу – защищают права трудящихся. Первый профсоюз в России появился в 1905 году. Он отстаивал права работников печатного дела. Вскоре образовались и другие профсоюзы, но им запретили работать, и они ушли в подполье. Официальная организация – Федерация независимых профсоюзов России – появилась в 1990 году. Сегодня, в преддверии Дня весны и труда, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров лучшим работникам профсоюзов вручил памятные знаки. Несмотря на это, наша задача не просто сохранить статус КВО в экономике, а обеспечить рост промышленного и технологического потенциала губерниям, нести вновь свою лепту в достижение технологического суверенитета нашей страны, отрежащего развитие экономики. И я уверен, что Самарская область, как опорный край державы, свою значительную лепту несет. Мы делаем эту же силу. Решить эти задачи без человека труда, нацеленного на результат и высокопроизводительный труд, без активной поддержки трудовых коллективов со стороны профсоюзов, просто невозможно. Любовь Черни проработала в профсоюзе более 30 лет, а выйдя на пенсию, создала Совет ветеранов при областном союзе Федерации профсоюзов. Работники профсоюзов оказывают активную поддержку семьям, в которых мужья и отцы отправились в зону СВО. Собирают гуманитарную помощь самим бойцам. Сейчас также организован сбор для бойцов СВО в рамках первомайской акции. Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил работников профсоюзов за активную жизненную позицию. В конце встречи председатели профсоюзов отметили, что разделяют позицию президента страны и поддерживают выдвижение губернатора Дмитрия Азарова на выборы главы региона. Виктория Шарая, Григорий Плешаков. События.